Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на православном портале Экзегет. Вы спрашиваете, можно ли рассказать священнику о смертном грехе другого человека? Думаю, что единственная возможная форма такого рассказа — это рассказ об этом на исповеди, в том случае, если это определенным образом связано с твоей собственной исповедью, то есть с твоим собственным грехом. И только для того, чтобы, как бы так точнее сказать, чтобы снять с себя вот эту тяжесть осуждения. Потому что если вы знаете об этом, то вы так или иначе невольно этого человека осуждаете. Вот я думаю, что так. Вот в такой сложной-сложной... Потому что бывают ситуации, когда человек исповедуется и действительно священнику называют грех другого человека, делая это определенным образом вынужденно. И часто священник знает этого человека. И это все кажется по-человечески немножко неловко. Но исповедь есть исповедь. И все, что слышит священник на исповеди, там же и умирает. Поэтому не для того, чтобы ни в коем случае настроить священника против кого-то, или не для того, чтобы просто так посплечничать от сердца. А именно, когда твое сердце, твоя душа тяготится очень страшно, либо каким-то твоим косвенным участием в этом, либо тем, что ты осуждаешь, либо тем, что ты просто хочешь излить эту свою боль, этот свой страх. Но, конечно, ни для какой другой цели. Исповедь многогранна. И в том числе она дает человеку утешение. В его сомнениях, в его боли, в его нелюбви или какой-то страсти к другому человеку. Поэтому пользуйтесь и этой стороной исповеди тоже, но делайте это очень-очень осторожно. И еще одна очень важная сноска. У нас все священники исповедуют людей. В греческой церкви, например, только некоторые священники, совсем не все, допущены определенным архиерейским благословением, быть духовниками и исповедовать других людей. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, что священник, которому вы постоянно ходите на исповедь, способен выслушать что-то такое подобное, не о вашем грехе, а о грехе другого человека, или как-то, может быть, неправильно это воспринять, то потрудитесь поискать духовника, которого вам посоветуют, о котором вы будете хорошо наслышаны, как действительно о серьезном духовнике, который сможет все это правильно в своем сердце распределить, расставить по местам, и сам тоже не пострадать от той информации, которую вы будете рассказывать. Священников тоже надо жалеть. И не все они, безусловно, несмотря даже на благодать священства, способны правильно и разумно воспринимать то, что они слышат от людей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...